Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Участники переговоров в Конгрессе представили законопроект о финансировании работы правительства стоимостью 1,7 трлн долларов, включая рекордные военные расходы. Законодатели прилагают усилия, чтобы законопроект был принят не позднее пятницы, когда истегает временное финансирование. Общий объем бюджета, предусмотренный законопроектом, превышает 1,5 трлн долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей хотят принять законопроект и направить его президенту Джо Байдену на подпись до конца недели, чтобы не допустить перебоев в работе правительства. Последние несколько месяцев демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег нужно потратить на военные и невоенные программы. Законопроект предусматривает выделение почти 45 миллиардов долларов в виде дополнительной чрезвычайной помощи Украине и союзникам по НАТО. Эта сумма не входит в рекордные военные расходы в размере 858 миллиардов долларов, что также выше прошлогодних 740 миллиардов. И демократы, и республиканцы пытались включить как можно больше пунктов из своих списков пожеланий во всеобъемлющие законопроекты финансирования правительства на весь оставшийся финансовый год, который завершится 30 сентября 2023. Если законопроект не будет принят, это грозит частичной остановкой правительства, начиная с субботы, то есть всего за два дня до Рождества, и чреватым многомесячным противостоянием, когда республиканцы получат большинство в палате представителей 3 января, положив конец контролю демократов над обеими палатами Конгресса. По данным геологической службы, землетрясение магнитудой 6,4 произошло примерно в 2.30 утра в 12 километрах к юго-западу от калифорнийского городка Ферндейл. В результате землетрясения два человека получили ранения, поступают сообщения о значительных повреждениях зданий и дорог. Риска цунами для северного побережья Калифорнии нет. В округе Гумбольд более 72 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Местные власти предупреждали жителей об опасности повторных толчков. Ферндейл находится в 420 километрах к северу от Сан-Франциско. В городке проживает около 1400 человек, и он известен домами в викторианском стиле. В последние годы недалеко от Ферндейла постоянно происходят сильные подземные толчки. Последнее землетрясение силой 6,2 балла было зарегистрировано недалеко от города в декабре 2021 года. Положение о предоставлении 4000 дополнительных виз для афганцев, которые сотрудничали с США на территории Афганистана, внесено в законопроект о госбюджете на 2023 год. Кроме того, предполагается продлить до 2024 действия специальных иммиграционных виз для афганцев. В частности, визы SIV предоставлялись афганцам, работавшим переводчиками американских военных. После вывода американских войск в августе 2021 года они опасаются преследований со стороны Талибана. Тысячи афганцев въехали в США в рамках этой программы, однако многие тысячи до сих пор остаются в Афганистане из-за сложного бюрократического процесса проверок. Противники этой программы в Конгрессе настаивают, что без серьезных проверок наплыв афганцев может представлять угрозу национальной безопасности США. По оценкам правозащитников, за 20 лет пребывания американских войск в Афганистане они пользовались помощью примерно 60 тысяч местных жителей. Банк Wells Fargo согласился выплатить 3,7 миллиарда долларов, чтобы урегулировать претензии организации, защищающей права потребителей США. Бюро по защите финансовых прав потребителей выявило в банке крупномасштабные нарушения в процессах работы с автомобильными и ипотечными кредитами, а также депозитами. В частности, банк незаконно повышал размеры различных выплат. Wells Fargo – это один из четырех крупнейших банков США, действующих в 35 странах мира и имеющих более 70 миллионов клиентов. Бюро обязало Wells Fargo выплатить 1,7 миллиарда долларов штрафов и 2 миллиарда компенсаций владельцам более чем 16 миллионам аккаунтов, пострадавших от нарушений. За время администрации президента Джо Байдена Бюро по защите финансовых прав потребителей стало действовать более агрессивно. Его директор Рахид Чопра заявил, что Бюро намерено добиться, чтобы крупные компании несли ответственность за допущенные ими нарушения. Неизвестная женщина вломилась в дом актера Роберта Де Ниро, расположенный в районе Верхней Иссайд. Об этом сообщает издание The New York Post. Инцидент произошел рано утром. В понедельник 30-летняя Дженис Авилес взломала замок на двери, пробралась внутрь апартаментов и попыталась украсть рождественские подарки, которые стояли под елкой. В это время актер находился на втором этаже, он проснулся из-за шума и вызвал полицию. Когда офицеры прибыли, они застали Авилес, играющий на айпаде актера, а рядом с ней лежал рюкзак, в который она складывала подарки. Преступницу задержали. Недели ранее женщину уже арестовывали по обвинению в краже 700 долларов из католической церкви. Только за этот год она нарушила закон не менее 15 раз. Полиция Нью-Йорка сообщает, что 63-летняя женщина и 44-летний мужчина погибли после того, как их переехал поезд в метро. Инцидент произошел около 10.30 утра во вторник на станции, расположенной на пересечении 14-й улицы и 6-й авеню. Тело мужчины обнаружили между вагоном поезда и платформой. Власти предполагают, что он пытался спасти женщину, которая упала на рельсы, однако, когда он начал подниматься, его сбил поезд. Машинист сообщил, что не видел, чтобы кого-то толкали с платформы или кто-то находился на железнодорожных путях. Движение поезда «Эль» было приостановлено в обоих направлениях. Официальные лица расследуют этот инцидент. Пользователи Твиттера решительно высказались за уход Илона Маска с поста главы этой платформы, что стало реакцией на хаотичные и подчас спорные действия миллиардера, предпринятые им менее чем за два месяца, проведенные в этой должности. Маск пообещал в воскресенье, что он подчинится результатам опроса, но не сообщил, когда именно он уйдет в отставку, если того потребуют его участники. По его словам, преемника на эту должность пока нет. Около 57,5% участников поддержали идею ухода Маска с поста главы Твиттера, в то время как 42,5% проголосовали против. В голосовании приняли участие более 17,5 миллионов человек. Опрос стал завершением бурной недели, за время которой были внесены изменения в политику конфиденциальности Твиттера, а также разблокированы и заблокированы перед этим аккаунты ряда журналистов, что вызвало осуждение со стороны новостных организаций, правозащитных групп и официальных лиц в Европе. Редактор субтитров А.Семкин